Город 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 В эволюции декретом о суде номер один 22 ноября 2017 года были ликвидированы все судебные учреждения, вообще все, то есть и общие, и мировые, и прокурорский надзор, и институт судебных следователей, присяжные частные адвокатуры, уголовный розыск. Началось формирование новых судебно-следственных органов. 21 декабря 2017 года здесь в Витебске была организована секция, юридическая секция Витебского группы с полком, которая взяла на себя временные обязанности и временного суда, которому, в общем-то, подчиняются все судебные учреждения губернии. Сюда были переданы все дела и Витебского окружного суда. Первый председатель секции Иван Антонович Миницкий, из дворян, поляк по национальности, учился два года в Народном университете в Москве. В общем-то, имел тюремное прошлое, но тюремное прошлое на тот момент имели многие революционеры. Учился два года в Народном университете, до 17-го работал щитоводом, и у него был небольшой опыт. Он был помощником присяжного поверенного и, как я вот уже сказала, неоднократно арестовывался. В 1920-м году он стал первым комиссаром внутренних дел в Беларуси. Кроме Ивана Антоновича Миницкого, который возглавил вот эту секцию из полкома, был образован еще, был назначен еще комиссар юстиции. Следующий слайд. Комиссар юстиции – это Валентин Иванович Спиранский, у нас здесь в Витебске. Он окончил юридический факультет, кстати, один из немногих профессиональных юристов, то есть юристов с образованием. Окончил юридический факультет Московского университета, но прошлое для большевика имел так себе. Он был эсером, долгое время состоял в партии эсеров и, собственно, потом это сыграло с ним не очень хорошую шутку. Он работал на фронте в качестве начальника летучих отрядов для раненых воинов, а с 17-го работал в статистическом отделении главного полномочного по устройству беженцев Северо-Западного фронта. И вот то, что я сказала, что касается его политического прошлого, то он состоял в партии эсеров, эсеров-максималистов, неоднократно подвергался арестам, в частности, по обвинению за соучастие в убийстве уфимского губернатора Богдановича. И только летом 17-го он вступил в Витебскую организацию РКПБ. И о нем писали весьма подходящий человек на пост, ну то есть человек, который с образованием. Так вот, Валентин Иванович Спиранский возглавил позже Витебский губернский комиссариат юстиции. И вот в это время, когда ликвидированы все судебные учреждения, наблюдается всплеск преступности, а юристы, грамотные, профессиональные, которые получили образование, идти, в общем-то, на работу в советские организации не хотят. Более того, в прессе нашей, Витебской, их называют лейб-гвардией буржуазией и говорят о них то, что каста юристов оказалась наиболее упорной в своем саботаже. Они работают где угодно, в продовольственной управе сидят, там свою должность, то есть профессию адвоката они сменили на профессию торговца, условно говоря. И говорили даже о том, что офицеры генерального штаба были сломлены раньше, чем вот эта вот самая каста юристов. И сломали их таким образом, что приказом ГУП исполкома всем советским учреждениям было запрещено принимать на работу юристов-саботажников. А если юрист-саботажник работал, значит будет наказано все учреждение. Таким образом, вот эти самые юристы-саботажники, многие из них высказали свою лояльность советской власти и перешли на работу вновь организуемые, организованные органы, судебные органы. Но вместе с тем, Иван Антонович Миницкий, вот о котором я говорила, он говорил о том, что мы, большевики, пролетарию, привыкли учиться и понимать все не по книжкам и лекциям, а по жизни. И нам нужно, чтобы существовали такие органы власти, которые за всякое нарушение революционного права и порядка преследовали бы всех виновных. С нашего пути необходимо устранить весь преступный и зловредный элемент. И опять же повторюсь, для этого не обязательно учиться ни в университете, то есть нас научит жизнь, и мы все, в общем-то, сделаем правильно. И я хочу еще напомнить, что уголовный кодекс на этот момент тоже был, ну, то есть не работал. И вот, возвращаясь немного к вопросу, у нас на одной из лекций был вопрос по поводу того, была ли преемственность в милиции, где они учились. Я нашла документы, которые касаются городской милиции. Вот на фоне всего этого всплеска преступности, пролетариям, которые преданы делу революции, зачастую самостоятельно, вот как я уже сказала, с громадными усилиями приходилось знакомиться с техникой ведения следствия. И вести ее так, как они понимают. И в условиях, пока вот эти все судебные установления еще не были организованы, начальник городской милиции взял на себя, скажем так, полномочия и возложил на своих сотрудников, на своих подчиненных обязанности следить за тем, чтобы все расследования по всем преступлениям проводились с особой тщательностью и как можно более обстоятельно. То есть, чтобы до суда революционного они доходили как можно более расследованными. И это был, вот следующий слайд, веревкин Всеволод Владимирович. Он был начальником милиции совсем недолго, в течение всего месяца. Он был назначен на должность 9 января 18-го года. Фамилия известная, это сын Витебского военного губернатора Владимира Веревкина и родной брат известной художницы Марьяна Веревкина. Так вот, он стал, сам он военнослужащий. Сам он стал начальником Витебской городской милиции. И я немного зачитаю, что он сказал. Принося глубокую и искреннюю благодарность за выраженное доверие, считаю своим нравственным долгом заявить, что в основу моей деятельности кладу прежде всего закономерность и законопослушание, а затем поддержку всеми имеющимися в моем распоряжении средствами тех справедливых требований, которые направлены на улучшение благосостояния. Благодарю всех чинов милиции за прошлую работу. Прошу твердо помнить, что в деле службы нет личных отношений, нет лицеприятий. Всех, кто согласен со мной, зову с Божьей помощью в добрый час на службу населению, революции и свободе. По всем вопросам служебным и личным прошу обращаться ко мне, не стесняясь времени, двери моего кабинета и квартиры для всех, кто имеет надобность, всегда открыты. И далее он говорил, прошу помнить, что на нас лежит долг тяжелый и ответственный по охране и личной имущественной безопасности обитателей города, по поддержанию порядка. Прошу помнить, что интересы городских обывателей должны стоять на первом месте. Деятельность милиционера должна сводиться к удовлетворению всех законных требований местного населения. Городская милиция – органы исполнительные. Все требования, которые милиционеры предъявляют к обывателям, должны предъявляться в корректной вежливой форме, но не допускающей возражений. На первый план служба, на второй план личное. Всех Владимирович Веревкин объявил об открытии практических занятий по уголовному праву и судопроизводству для милиционеров. Введение занятий принял на себя помощник Веревкина по юридической части, Феликс Карлович Блюм, который читал лекции по уголовному судопроизводству. Законоведение читал Александр Александрович Эгденборгин. Материально-уголовное право и лекция производства дознаний читал сам Севат Веревкин. Лекции читались по вторникам, пятницам, воскресеньям, с 6 до 10 вечера. Феликс Карлович Блюм уполномочен был привести в порядок архив хранящихся вещественных доказательств. Напомню, это январь 18-го, то есть революция только произошла, судебные учреждения уже ликвидированы. Однако уже в феврале 18-го Веревкин сдал должность начальника милиции Александру Леонидовичу Лихницкому. И дальше тоже зачитаю. Чрезвычайные обстоятельства, переживаемые в настоящее время в Витебском, заставили тем, кто стоит у власти, заменить меня, как начальника городской милиции, другим лицом, по своей прежней деятельности, снискавшим общей доверии. На первом плане не личные интересы, интересы общества. Я ухожу со знанием того, что дело городской милиции передано в верные руки. Считаю долгом принести свою самую искреннюю благодарность своим ближайшим сотрудникам Блюму, Ольденборгеру, Таберко за огромную помощь, которую они оказывали своими советами, опытом и знанием. Благодарю начальников участков, их помощников, рядовых милиционеров за добросовестную службу. Расставаясь сегодня с городской милицией в качестве ее начальника, прошу не помнить меня лихом и верить, что только кратковременное пребывание во главе милиции не дало в полной мере осуществить все обещания. Приглашаю всех в эти трудные дни быть на своих постах, беспрекословно подчиняться распоряжениям нового начальника, положить все силы своего разумения для сохранения в городе порядка и спокойствия. И помнить, что именно в эти дни, когда от милиции требуется напряжение всех сил, она должна доказать свою жизнеспособность и оправдать надежды. В это время у нас формируется уже Витебский губернский комиссариат юстиции. И возглавляет этот губернский комиссариат юстиции Валентин Иванович Спиранский, тот самый единственный юрист образования, который, в общем-то, с первых дней работал в советских органах. И вот следующий слайд. В круг ведения губернского комиссариата юстиции входили организация окружного народного суда, следственных комиссий, организация местных народных судов, организация губернского революционного трибунала, организация общедоступной юридической помощи для дальнейшего населения и организация народных нотариальных отделов, управление местами заключения и организация комиссии по обследованию мест заключения. Окружной суд, вернее, формирование вот этих юридических учреждений началось с местных судов. То есть местные суды это те, которые разбирали более, скажем так, легкие дела, более простые дела. То есть это и касаемо гражданского права, в частности, допустим, бракоразводные какие-то процессы. И они начали работать в Витебской губернии с 24 января 2018 года. В это время был организован уездный съезд судей, позже совет судей. И затем постепенно, начиная с апреля, открылись местные народные суды и в уезде. Ну, то есть не только в городе, но еще и в уезде. И из 14 человек судей Витебска и уезда только один товарищ имел юридическое образование и один товарищ имел юридическое, скажем, практический опыт. Судьями становились крестьяне или пролетарием с большим трудом, более-менее справляющиеся с ответственной и, в общем-то, непривычной для них работой. В апреле 2018 года, только в апреле, был открыт окружной суд. Это уже они рассматривались для, ну, скажем так, более сложные. Здесь были отделения уголовное, гражданское и нотариальный архив. В состав суда входило 7 человек, из которых 6 с образованием, то есть все юристы с образованием, в общем-то, попали на работу в Народный суд. Двое бывшие присяжные поверенные, один бывший член Витебского окружного суда и двое бывшие судебные следователи. И при окружном суде состояли следственные комиссии Витебское, Вележское, Городовское, Невельское, Себежское. Работа следственных комиссий, констатировали, идет с большой медленностью. Остро чувствуется недостаток опытных юристов. И в этот момент из окружного суда вот этих опытных юристов назначают в местные суды, чтобы они помогали разбирать какие-то, допустим, дела кассационные, когда люди подают жалобы. И к сентябрю 2018 года всего в судебных учреждениях Витебской губернии работало всего 25 квалифицированных профессиональных юристов. Из них 24 человека были беспартийные. Это тоже был очень серьезный минус на тот момент. Вместе с тем, еще вот тем декретом номер один, который был в ноябре 2017 года, было предписано организовать революционные трибуналы. Что это за суд такой революционный трибунал? Это суд чрезвычайный, куда попадают все дела, касающиеся восстаний против советской власти, противодействия правительству, призывам к неподчинению, использованию своего положения, саботажники, те люди, которые сокращали производство предметов массового потребления путем скупки, порчи, уничтожения или иными способами. Но в Витебской губернии вот этот революционный трибунал был организован только в августе 2018-го. И причина была все та же, недостаток юристов, поскольку сам Валентин Сбиранский говорил о том, что в трибунале мало того, что он должен быть юрист, он должен быть решительный, он должен быть эволюционный коммунист, чуждый сентиментальности и психической расхлябанности. То есть в трибунале должны работать, в принципе, учреждения серьезные, люди должны работать серьезно. Таким образом, формированием трибунала занимался комиссариат отдела юстиции во главе с Валентином Ивановичем Спиральским. И вот следующий слайд – это, в общем-то, структура Витебского губернского комиссариата юстиции, которая состояла из судебного отдела, следственного отдела, нотариального отдела и карательного отдела. Соответственно, Валентин Иванович Спиральский был председателем Витебского губернского комиссариата юстиции, заведовал судебным, следственным, нотариальным отделами. Только у карательного отдела, который занимался местами заключения, был другой заведующий. В первую неделю работы, вот в августе он был организован, в трибунал поступило 24 дела. В том числе это были дела, которые, скажем так, незаконченного производства из ЧК, а к сентябрю дел было уже 148. И одним из первых дел, таких серьезных, которые разбирали на заседании революционного трибунала, это было дело городокского вооруженного восстания. Само по себе городокское вооруженное восстание произошло 22 марта 1918 года. Отряды повстанцев, вооруженные билами, палками, ворвали здание городокского исполкома, арестовали несколько членов исполкома, разоружили милиционеров. Главные лозунги это против советской власти, в общем-то, прибывшие из Витебска на следующий день красноармейцы, арестовали руководителей восстания, приговор по делу был вынесен 25 сентября 1918 года. Организаторы восстания, 4 человека, были приговорены к смертной казни, участники к различным тюремным срокам. И про городокское восстание я, в общем-то, сказала не случайно, это были основные лозунги, это было, скажем, не бандитское восстание, а имевшее действительно антисоветскую направленность. Но еще одна тема, которую мы, в общем-то, не освещали и, наверное, очень серьезная, это была тема бандитизма. И, в общем-то, в 20-е годы, в начале 20-х годов, слова витебских бандитов до штата Москвы и разбирали эту тему на самом высоком уровне. В частности, бандитизмом были заражены, скажем, ну это словами, документов Невельский, Вережский, Городокский, вот эти лесные районы. И плюс ко всему Смоленщина. То есть начинали бороться с бандитами, скажем так, на нашей территории, Витебской губернии. Они все переходили в Смоленскую губернию, там пока борьбы нет. Активизировалась Смоленская губерния, наша затихала, соответственно, они переходили сюда. И что касается бандитизма, то вначале сам им говорили, что бандитизм в Витебской губернии, в частности, однозначно носит уголовный характер. Действительно, уголовников было много, убивали и жить было, в общем-то, страшно. Но позже констатировали и признали, что бандитизм носит и политический характер. И очень часто возникает лозунги «Долой Советы, долой советскую власть против военных комиссариатов» среди вот этих самых бандитов. Что касается 18-го года, то, в общем-то, бандитизм зародился вот именно в этих районах, о которых я сказала, в Вележске, городокске, Невельске, потому что это лесные районы. Одно из самых таких, наверное, страшных восстаний этого периода, ну, как страшных, самых таких массовых объемных. Это было Вележское восстание. Вележ сейчас территория не Витебской области, это РФ, но, тем не менее, документы о Вележском восстании у нас в архиве, в документах трибунала этих документов, в общем-то, нет, но сведения о Вележском вооруженном восстании есть. И здесь следует отметить, что, в общем-то, вот само это восстание, оно начиналось, в общем-то, оно скорее было, носило политический характер, потому что первое, что делали, это громили ЧК, это громили исполкомы. И более того, в ноябре восемнадцатого года вот эти самые бандиты, ну, я буду называть вот это терминологией, они чуть не захватили Вележ. И на улицах были бои, и, в общем-то, половина города была захвачена, и у местных коммунистов сил практически не было. И у нас сохранились в документах переписка по телеграфу, телеграфные документы, о том, что сюда телеграфируют, в Витебск, в военкомат, просим выслать помощь, потому что сил держаться больше нет. Пытались выслать помощь на пароходе, пароходов нет, они все заняты носенной операцией. Тогда было принято решение и отправлено в Вележ 70 красноармейцев на трех грузовиках, щеплено-пулеметами. Но этого, в общем-то, мало. Кроме того, что Вележ захватили, захватили еще и рядом с детьми по Вележскому уезду. Ночь переночевали. Ну, в общем-то, особой активности ночью бандиты не проявляли, ну, скажем, бандиты, да, скажем, наверное, утра ждали. Утром в пять утра нашелся пароход свободный, отправили еще 120 человек пехоты при двух пулеметах в Вележ на пароходе. И, собственно, подоспевшими вот этими военными частями, военными отрядами, можно сказать, условно восстание было подавлено. Но по большому счету люди, которые принимали участие, они, скажем так, затаились, отошли, и они, в общем-то, пошли на Сураж дальше. И была попытка захватить Сураж. Говорили, что, в общем-то, среди бандитов есть профессиональные военные, в том числе бывшие царские, ну, даже чины высокие, полковник в частности. То, что у бандитов есть пулеметы. То, что красноармейцы достаточно, ну, скажем так, это добровольцы, они достаточно расхлябаны. И даже были случаи, когда эти же пулеметы появлялись у бандитов, потому что они отбирались, скажем так, у красноармейцев. Есть у них окопы с блиндажами, и есть даже собственная кавалерия. Кроме того, в ноябре 18-го в районе станции Рассона произошло белогвардейское восстание. В Вознесенской волости были арестованы советские работники и хотели над ними самосуд учинить. В Зябкинской волости, это Невельский уезд, был убит военный руководитель Гусев. Убийство это произошло на почве волнений красноармейцев мобилизованных, ну, то есть новобранцев. Когда новобранцы потребовали хлеба, обуви, и, в общем-то, ну, как в Армии идти без хлеба. Им сказали, что ничего нет, одежды нет, обуви нет. А это был большой праздник, первая годовщина Октябрьской революции, день 7 ноября. И, в общем-то, я так понимаю, что ходили с флагами, пели песни, я думаю, выпивали, набрались храбрости. К вечеру забрали военного комиссара, который, в общем-то, источник весь всем бед, привели в село, забили его насмерть палками, ну, и стреляли потом из револьвера. И, в общем-то, вот это дело, оно также разбиралось в революционном трибунале, но виновных по делу не нашли. То есть, никто не знал, кто это, эти люди, которые конкретно убили этого человека. Так вот, к этому периоду, к этому времени в ведении, в производстве трибунала находились исключительно всего 4 человека, в коллегии обвинителей людей не было. Коллегия обвинителей, она должна была быть обязательной, в общем-то, поскольку именно обвинители должны были помогать следователям формулировать обвинения, ну, то есть, какие-то вот такие технические моменты. Кроме того, в начале 19-го года был установлен порядок постановления и вынесения приговоров. Приговор объявлялся от имени республики, выносился по большинству голосов судебной коллегии, особое мнение прилагались, но не оглашались. Запасные члены трибунала, секретарь свищали тщательную комнату, не допускались. Приговоры постановлялись в письменном виде, собственно, поэтому они, в общем-то, и дела, и приговоры сохранились за подписями всех членов судебной коллегии на отдельном от протокола заседании листе. Приговор должен был точно указывать деяние, которое вменено в вину, должно вытекать, какое преступление представляет собой указанное деяние. Приговор должен указывать, к какому наказанию человек приговорен или группа людей. На основании постановления Совета рабочей крестьянской обороны в марте 19-го всем революционным трибуналам были вменены в обязанности принимать дела и о дезертирах. То есть люди, которые оказали вооруженное сопротивление, злостные дезертиры, подстрекатели, то есть если в первый раз и чуть-чуть, то можно обойтись просто с дном. А если злостный, то тогда трибунал. И вот я хотела рассказать еще об одной даме интересной. Она выступала в губернском революционном трибунале, она была адвокатом. Причем профессиональный адвокат, она работала в трибунале, она работала в окружном суде, адвокатов не хватало. Это была, в общем-то, единственная женщина в адвокатской вот этой коллегии. Это была Ева Соломоновна Пренская, бывший помощник присяжного памятника Миверинова при Петроградском окружном суде. Своими выступлениями в трибунале окружном народном суде она показала себя как опытного правозаступника. Это не моя оценка, это оценка, в общем-то, партийных товарищей. Пренская работала в должности члена коллегии правозаступников и пришла она в эту коллегию 30 октября 2018 года. 4 ноября 2019 она была отстранена от должности по малоуважительным, в общем-то, с ее точки зрения причинам. Она говорила, «В суде есть свобода слова. Свобода речи правозаступника есть проявление свободы слова. И ограничивать ее имеет право председательствующий в нужных случаях». Одним из первых мотивов отстранения Пренской было указание на то, что в суде она произносит фразы, которые порочат честь учреждения. Например, фраза «Прошу трибунал в своем приговоре проявить гражданское мужество и справедливость». А что, гражданского мужества и справедливости у трибунала нет, что он должен ее проявлять? В общем-то, эта фраза была сказана в ответ на то, что доказательств не было. Ну, то есть, все знали, что преступник, но, в общем-то, доказательств нет. Поэтому проявите гражданское мужество и оправдайте. А, в общем-то, нечего ронять честь и достоинство учреждения. Во время шпионского процесса в начале сентября девятнадцатого она подала кассационную жалобу, в которой рассказала, что председатель трибунала, а кассационная жалоба – это Москву, как председатель лидерского трибунала обратился к обвиняемому со словами. Вы, по вашим словам, революционер. Имейте мужество, когда веревка, пусть еще не намыленная, но уже коснулась вашей шеи, когда смерть смотрит вам в глаза, сказать всю правду. Это при том, что вина еще была не доказана и суд еще постановления не вынес. И Пренская попросила внести эти слова в протокол. Протокол эти слова не внесли, потом из жалобы просили эти слова убрать. В общем-то, она сказала, что это было несколько недель террора, когда ей угрожали и не давали подать, в общем-то, эту кассационную жалобу. В результате Ева Соломоновна была уволена. И здесь возник, ну скажем, конфликт интересов. С одной стороны, юридическая секция, которая не могла себе позволить говорить всяким там адвокатам слова, которые порочат учреждения. С другой стороны, это революционный комитет, ревком. Ну то есть это исполнительный власть, вроде исполкома, который, в общем-то, говорил, так адвокатов-то нет. Вы увольняли, а кто будет? Кто пойдет адвокатом? Работает суд, когда некого. Собственно, ревком настаивал на том, чтобы ее восстановили, юридическая секция была против, и, в общем-то, больше в заседаниях трибунала Ева Соломоновна не участвовала. Может быть, участвовала в заседаниях суда, но документов этих я не видела. Ну, позже она уехала и, в общем-то, эмигрировала. Кроме того, еще хотела бы сказать о том, что у трибунала в этот период был очень серьезный конфликт с ЧК. То есть предполагалось, что чрезвычайная комиссия по борьбе с революцией и саботажем преступление расследует, осудит революционный трибунал. То есть трибунал – это суд, и пока вина не доказана, ну то есть ЧК – это не суд. И поэтому на этой почве возникали разного рода конфликты. И один из самых таких, скажем, громких конфликтов привел к отстранению Валентина Ивановича Спиранского, в общем-то. Поскольку человек ненадежный, человек только полгода в партии, до этого СССР непонятно какой. Мы ничего не знаем о его прошлом. Он не уроженец Витебского, у него здесь нет ни родных, ни знакомых, ни близких. И что он там творит в этом суде, не пойми что. Говорили, что он человек с буржуазной подкладкой. Конечно, он юрист. Но зачем нам юристы? Мы можем отбросить всех этих интеллигентов, которые не могут отставить пролетарские интересы. Пролетариат должен иметь собственных юристов с пролетарской психологией. В защиту Спиранского выступал, встал Семен Николаевич Крылов. Говорил, что трибунал в общем-то нормально работает. Вот эти разногласия щека, да, разногласия щека. Причем эти разногласия, они касались не только Витебской губернии, они были повсеместно. Но в общем-то председателем трибунала был избран товарищ Пинсон. Вот он, Борис Давидович Пинсон. Он принял должность в тот момент, когда многие ответственные работники ушли на фронт. И так с кадрами не очень. А тут мобилизация, девятнадцатый год, война. И работать было в общем-то очень трудно. Одна из первых ошибок, которые ему пришлось исправлять, ну это по его уверению, это то, что при Спиранском из тюрем не были удалены церкви. То есть при тюрьме была церковь, в которой заключенные могли молиться, приходить туда. Это, как правило, были какие-то, ну, как комнаты такие. Между тем, он считал, что церкви занимают в тюрьме лучшее помещение. И не лучше ли это помещение отдать под клуб, под какой-то народный дом, например. И еще один момент, который ему не очень нравился, это вот это название «карательный». Был такой отдел «карательный», который занимался тюрьмами и местами заключения. Он считал, что слово «карательный», в общем-то, неприменимо к советскому законодательству, поскольку, да, есть люди, которые действительно заслуживают кары, однако есть люди, которых, в общем-то, нужно перевоспитывать, а не карать. И он обратил внимание на то, что, оказывается, в тюрьмах существуют недопустимые вещи, гримасы, можно сказать, наследие царского режима. Некоторых тюрьмах заключенных били розгами, запирали в карцер, накладывали цепи. Да, он говорил, что это ужасные гримасы, которые мы с ним были лишь в прошлом. Положение арестованных очень тяжелое, по 3-4 дня они не получают хлеба, заболевают с голоду, цунгой другими болезнями, есть случаи чахотки. Отдела юстиции обратил серьезное внимание на такое положение и принял все меры к тому, чтобы кормить заключенных, привлекать их к работе, воспитывать, дать возможность считать и свести карательное лишь к свежению, чтобы заключенные не сбежали. Кроме того, он говорил, что следственные органы работают весьма мало, дела залеживаются. По некоторым делам арестованы неизвестно, где находятся. Ну то есть дело есть, а где сидит фигурант по этому делу, где он находится, неизвестно. Имеются дела, которые позорят тем, кто их возбуждал. Например, дела подоноса. Маленькие и незначительные в царские времена следователь мог за месяц несколько таких довести до суда, но длятся не очень долго. Например, за производство самогонки могут дать незначительный штраф. А самогоноварение это была одна из таких самых тяжелых, наверное, статей. А если крестьянин украл первый раз пуд картошки, то он может получить три года тюремного заключения без смягчения. То есть очень непонятно была система наказаний. Так вот, этот самый Борис Давидович Пинсон он не проработал должности месяца. Мотив, по которому он был уволен в том, что он выказывает известную мягкость и нерешительность там, где требуется профитарская твердость. Особенно ярко это проявилось в истории с освобождением приговоренного к расстрелу за обстрату некого Пермина. В последствии этого, ну то есть он его освободил, потому что он приехал на вокзал поезд Октябрьской революции и у более опытных товарищей он проконсультировался. Ему сказали, что если судебное учреждение вынесло приговор, то его можно пересмотреть ввиду изменившихся обстоятельств. И он решил, что обстоятельства изменились. И в общем-то там не такая большая проблема и человека приговоренного в общем-то к смертной казни он единолично отпустил. А человек этот сбежал, не стал ждать пока его по второму разу. И вот собственно за этого товарища Пермина, ну это была основная причина, за что Бориса Давидовича Пенсона уволили. Следует отметить, что судебные заседания, как правило, были открыты и процессы рефтрибунала освещались в прессе. В 19-м году одним из самых резонансных дел были дела по конфликту между стрелками латышского полка с Бубчака, расхищение Двинского государственного банка, об аварии парохода «Надежда», о котором мы говорили, о погроме на стеклозаводе «Новка», по обвинению шайки бандитов во главе с Максимкой Солодкиным в ограблениях и преступлениях. И вот это последнее дело, которое я сказала, перелесните, спасибо. Оно стало одним из элементов такой сложной криминальной драмы, которая разыгралась в Витебске в 19-м году. И, в общем-то, достаточно интересное дело. Дело в том, что инициатором этого дела, ну, а там это были реальные бандиты. Это были Максим Косолодкин, это были люди, которые грабили, которые там их арестуют, допустим, посадят вот в милиции где-то в участке. Руки свяжут, а он как цирк. Посмотрите, как я. Раз-раз, и я уже развязан. Ну, то есть, ну, они были, да, они насмехались, они, в общем-то, это были бандиты, по большому счету. Вот. И в Витебск приехал товарищ Александр Григорьевич Риутский. Здесь его вообще никто не знал. У него не было ни родных, ни друзей. Он сам уроженец Минского уезда, пешком дошел до Ростова-на-Дону, там кое-как пережил там все вот эти революционные события. И тут он вышел на вокзале в Витебске с супругой, не пожитлен, не здесь. Но он был настолько ярким, амбициозным, харизматичным, в общем-то, что вскоре его назначили начальником городской милиции. В общем-то, барышня одна говорила, что куда не пойду, везде он. На площади он. Где-то на улице он. Он учит несознательных, как редкий отец. То есть о нем, в принципе, такое впечатление сложилось, что человек действительно приехал активный, задорный, такой революционер. И вот он вступил в должность начальника милиции, задел и товарищи милиционеры в счастливый час. Написал он в первом своем приказе. И сразу решил искоренить всю преступность в Витебске. А в Витебске было много притонов. И притоны эти находились в районе городовского шоссе, ну, то есть там, в конце города. И он решил устроить оплаву на этом городовском шоссе. В общем-то, выставил караулы. Это в феврале было 19-го года. Вы только его назначили. Но вот никто не попался. Никто по городовскому шоссе не ходил, не ездил. Бандиты не ходили. И он решил, что, наверное, это потому, что их предупредили. А предупредить могли только кто? Сослуживцы, соответственно. Соответственно, у сослуживцев есть связь с бандитами. Поэтому Рюцкий придумал способ, как словить бандитов. Способ этот назывался «На бабу». Они взяли, предложили одной девушке переодеться в бедное платье. Она взяла это платье. Ей ведь дали в руки корзинку. В корзинку разные вещи. Мол, ходи там по городовскому шоссе, в окошки заглядывай. Ну, то есть, а кто заподозрит? Бедная девушка ходит и штаны там кому-нибудь хочет продать. Правильно? Увидишь притон или там бандитов, или кто-то гуляет. Ну, свести. В общем, едь в штаб и предупреждай. Ну, в общем-то, получилось, что словили действительно на бабу. Она там гуляла по шоссе и встретила несколько парней молодых. Парни молодые предложили ей пойти с ними. Она, в общем-то, решила, что они бандиты, и пошла с ними. И оказалась в притоне. В общем-то, потом сказала, что вас много, я одна. Сбегаю-ка я за подружкой. Они сказали, хорошо. Она побежала за подружкой. И, в общем-то, привела милицию. Да. Привела вот этого самого Александра Григорьевича Иудского с милиционерами. И среди арестованных оказались вот эти Максимка, Солодкин, ну и прочие фигураты. Причем здесь революционный трибунал уголовщина и городской милиционер. Вот тот случай с городовским шоссе, когда их кто-то предупредил, не давал покоя. И он лично провел расследование и арестовал по этому делу начальника губернской милиции, а это, собственно, его непосредственный начальник. И начальника губернского уголовного розыска. За... Сейчас даже скажу, за что. За то, что он что-то там закрывал... Что они закрывали глаза на бандитов. И, в общем-то, когда дело дошло до революционного трибунала, а следствие вел всего один человек, и мы уже знаем кто. Когда... А у него, кстати, кличка была Шерлок Холмс за то, что он такой расследователь самых сложных преступлений. И вот, когда дело дошло до революционного трибунала, на скамье подсудимых оказалось 25 человек, в том числе Некрасов, это начальник губернской милиции, и Кравченко, это начальник губернского уголовного розыска. Это весна 19-го года. По делу вот этому бандитскому... Кстати, Максим Кусолодкина их убили ночью при попытке к бедствию. Переводили из одного отделения в другой, они между собой там что-то смеялись, и, видно, руки развязали, побежали в разные стороны, и, в общем-то, были застрелены. Но похоронах у них арестовали еще несколько человек. Было вынесено несколько смертных приговоров по этому делу, в частности, была расстреляна содержательница притонов, которой бандитов словили. А вот этим начальнику милиции Некрасову и уголовного розыска Кравченко дали условный срок 15,8 лет соответственно с отстранением от советских должностей. По делу было вынесено несколько смертных приговоров, вот как уже сказала, приведенных в исполнение. Но через несколько месяцев приговор Некрасову и Кравченко был аннулирован. В общем-то, там дело продолжалось с этим товарищем Риутским. В общем, на тот момент милиционеры, они подвергались опасности, то есть в них очень часто стреляли. Или, допустим, вот они словят кого-то и тут же приходит много свидетелей, которые видели его совсем в другом городе в это время и, в общем-то, отпускают давай. А в тот же вечер, в общем-то, в него стреляют. С Риутским, в общем-то, пошли другим немножечко путем. Витебская белошвейка одна, а в прошлой жизни воровка, она пришла в милицию и рассказала трогательную историю о том, как когда-то давно, в 905 году, ну, скажем, в 905, лет 15 назад, ехала она за своим осужденным женихом в арестантском вагоне и видела вот этого самого Риутского, а его здесь никто не знал, только был он тогда и не Риутский, и не революционер, обычный каторжник, бандит, грабитель. И по какой статье он ехал, неизвестно, но, в общем-то, что, как говорится, человека подставили. И арестовали его сразу же. Он сам попал в ЧК, и вот так же, да, и вот так же должен был судить революционный трибунал. Расследование было проведено полномасштабное, вплоть до подсаживания в московскую бутырскую тюрьму своего человека, который спрашивал, не было ли вот такого когда-то лет 15 назад. Но по большому счету ничего не нашли, и это дело туда-сюда, то в Смоленск, то обратно в Витебск, не знали, каким образом его квалифицировать. В конце концов, партийные товарищи решили вытащить, в общем-то, на поруки, вытащили, сказали, да, явится по первому требованию. И после этого Риутский из города пропал. Две версии. Первая версия, то, что его убили, потому что потом писали о том, что, скорее всего, убили. А вторая версия, то, что те же партийные товарищи дали ему направление, и он уехал в Москву и работал в каком-то там транспортном отделе, чего-то там. Ну, то есть, что они его таким образом спасли. И вот, Сыныч, слайд. Это вот, кстати, я так предполагаю, Витебские воры, это из дела Максимки и Солодкина. Ну, то есть, как вещественное доказательство. А там иногда в дела подшивалось вот то, что из карманов достали, то и подшили. Допустим, в деле о каких-то там аптекарей, фельдшерах, даже порошочек от головной боли подшили. Дело, кстати, пахнет очень сильно. Вот. И вот то, что я вам еще говорила... А, еще что-то у меня на следующем. И вот то, что я говорила, конфликт щека. В это время он усиливается и продолжается конфликт щека. В конце апреля 20-го года, дальше цитирую, некий гражданин Маркович имел глупость умереть каким-то таинственным образом в стенах чека. По поводу этой смерти не только по городу Витебску, но и по ближайшим уездным городам пошли ужасные слухи. Слухи дошли до следователя, в то время председателя трибунала Михаила Кружинского. Председатель Следственной комиссии Народного суда товарищ Савгир получил предписание от исполняющего обязанности заведующего отделом юстиции Славина, а Славин это тоже адвокат известный, произвести строжайшее расследование вот этой самой смерти. По этому делу Витебским губовском была выделена особая следственная комиссия и даже произведена эксгумация. И вот этот следователь трибунала Кружинский, а в тот момент он был еще и председателем трибунала, он проявил активность, он присутствовал и на эксгумации, и он присутствовал, в общем-то он давал показания. А это чрезвычайной комиссии не очень понравилось. За ним началась слежка, он сам говорил об этом. Днем и ночью видел поблизости сотрудника ЧК. Однажды он с товарищами пошли купаться на Витебу к мельнице, но не рассчитали дороги. Нам пришлось карабкаться по забору. В тот момент полетела аэропортичка, что они хотели пойти в притон играть в карты, но узнав по дороге, что там обыск, убегали через заборы. И говорили так, не я буду, если я этих буржинского не схвачу. Также они говорили, что они там обделывают свои девишки. Обвинения предлагали такие. Во-первых, без, в смысле, подпоручительства разных буржуев освобождает из-под ареста. Однажды был задержан в рекорде пьяным. Это было еще до дела Марковича. Его действительно задержали, привели к Хасману. Хасман проверил документы и отпустил. Столовался в частных столовых Витебска. В столовой Брозе. Обедов не пропускал. На это он говорил, ну, глупо было бы ходить в другие столовые. Я не обжора по телосложению, в общем-то, видно. И по лицу, и по телосложению. Я не богач. У меня квартиры нет. Ночую я, усел в кабинете, живу у себя в кабинете. На стороне пил чай или кофе, потому что у меня просто нет дома. Если, то есть, в столовую не ходят только те, у кого, по крайней мере, есть чайник дома. И кроме того, он давал много поручительств ЧК. То есть ЧК арестовывают, а на поруки он давал поручительства освобождают. И в связи вот с этими всеми конфликтами и вот этими вот обвинениями он был освобожден от должности, сидел без денег и фактически обречен на воробь. Хотя его характеризовали как человека, который пользуется доверием, уважением и даже любовью. Проявил себя как честный, пременный советской власти товарищ. Борис Пинсон говорил, что это случайная жертва нашей бурной революционной общественности. Предлагал восстановить в партийных правах. Затем его там мобилизовали, отправили на фронт и так далее. Что касается дела вот этого самого Марковича, то это дело рассматривали в ЧК в Москве и известили, что дело следствием закончилось, наличия преступления со стороны ЧК. Дели нет. Предполагается, что есть организация, тесно связанная с Марковичем, которая распускает провокационные слухи. Еще хотела бы сказать о том, что в революционном трибунале достаточно часто менялись председатели. И это было связано с тем, что в общем-то председатель на должность председателя революционного трибунала назначал местный исполком и в общем-то назначал на месяц, а затем через месяц в общем-то могли назначить следующего или назначить снова. И наиболее часто роль председателя революционного трибунала в этот период исполнял Николай Семенович Уманский. В 1921 году происходит слияние с отделом революционного трибунала Западного фронта, то есть добавляется еще и военный трибунал при 17-й стрелковой нижегородской дивизии. И стало четыре отдела, вот о которых мне написал. Первый военный, во главе заведующий председатель, вернее, не заведующий председатель Ситинсон, основной председатель Фомин, выездной с председателем Кудельским и налоговый с председателем Павловым. Реорганизация была окончена в 1921 году, функционировали, ну вот эти, основное военное, выездное и налоговое отделение. Месяц рассматривалось около 15, ну, происходило около 15 судебных заседаний между семи распорядителями. Распорядительное заседание это, на котором они решали передавать дело в революционный трибунал, либо там, на доследовании, либо еще как-то. И немножечко скажу по этим вот, вот этим выездным сессиям. Это налоговые сессии. Они организовывались по разбору дел о преступлениях, связанных с нарушением закона о продовольственном и других налогах. Они мало были связаны, в общем-то, с трибуналом, в основном с уездными органами юстиции. Часто рассматривали мелкие дела, не имеющие большого интереса. Фигуранты по этим делам не плательщики продовольственного налога. Отношение крестьянства враждебно. Если наказывать крестьян еще более сурово, то это может привести к возмущению масс и дойти до плохих последствий. А я напомню, что бандитизм в Витебской губернии еще не закончился в этот период. Приезд сессии для крестьян является устрашающим. Не дожидаясь ее, день и ночь несут прогналок на сцепные пункты и в кооперативы. В это время трибунал перегрушен работой. Функции трибунала стали еще шире. Помещения фактически не было. Они занимали сначала пять небольших комнат, выдали еще одну комнатку ненужную. Как они сами говорили, как больного ребенка конфеткой утешили. Просили они помещение и в казенной палате бывшей, просили в архиерейском доме. Кстати, вот на карте 22-го года рифтрибунал именно в архиерейском доме и обозначили. Но на самом деле, по нашим документам они там, в общем-то, никогда не находились. Это, предполагаю, когда рисовали карту, предполагалось, что в 22-м году дадут здание архиерейского дома по трибуналу. Но в конце 21-го года трибунал переехал в новое здание на Толстого 8. Занимал там третий этаж. В судебных заседаниях в военном основном и изном отделении было рассмотрено к этому времени 50 дел. Это с октября по январь за три месяца. 50 дел. 181 человек привлечен по ним. Из коих 51 оправдан, 130 осуждены, 4 приговорены к расстрелу. Из наиболее крупных дел следует отметить дело гражданина Добкина, обвинявшегося в хищениях с продовольственных складов. Его расстреляли. К 1 января 22-го в производстве следственной части находилось 64 года. Также начала формироваться хозяйственная часть для снабжения работников всем необходимым. И немножко, наверное, несколько слов хотела бы сказать о хранилище вещественных доказательств. Вещественные доказательства были разные. Отвечал за них комендант трибунала. Они хранились в отдельной комнате под замком с печатью. Помещение находилось на втором этаже. Ну и недалеко, собственно, зал трибунала. Наиболее ценные вещественные доказательства золота-серебро хранили в шкафу, остальные на полу, на полках. Хранились без систематического размещения. В 2019 году был установлен порядок хранения продуктов, задержанных в качестве вещественных доказательств. То есть все продукты, которые задержаны в качестве вещественных доказательств, передавались на хранение в продуктовой и продовольственной организации, вроде бы у продкома. После они их хранили. Продукты передавались вместе с бумагами, на которых было четко написано, что передается, в каком количестве, какого качества и так далее. В случае постановления суда о возврате, если продукты уже израсходованы, то соответственно вот эти самые продовольственные органы должны были выдать другие, такие же и в том же количестве. Были такие вещественные доказательства, обнаружились вещественные доказательства, которые в общем-то хранились непонятно по каким делам. Здесь же хранились вещи арестованных, но они находились, хранились в беспорядке. И комендант объяснил, что все эти вещи там из-за переезда, но скоро все в общем-то устроится. И в январе 23-го года Витебский-Губернский революционный трибунал, в общем-то, как и все трибуналы, был ликвидирован в связи с образованием губернского суда. Собственно, на этом история трибунала закончилась. Но я бы хотела еще сказать о том, что документы трибунала сохранились. и дела, по которым велись следствие, и то, как велось следствие, и кто вел следствие. И благодаря тому, что протоколы суда сценографировались, записывались точно, на сегодняшний момент мы можем даже говорить, кто что говорил, и даже иногда кто где сидел, кто когда встал, кто когда сел. И эти документы, наверное, не наверное, точно являются очень хорошим источником, очень интересным источником по истории Витебской губернии. Другое дело, что дела эти не все. Одни из самых, наверное, я не знаю, резонансных, не резонансных. Но есть такие дела, например, о шпионаже. Дела о шпионаже, они возникали в связи с событиями и Первой мировой войны, и гражданской войны впоследствии, когда немцы находились на территории Витебской губернии. И если ты, допустим, работал на немцев, а таких людей было, в общем-то, много, то вполне себе это могло быть трактовано как шпионаж, допустим, или переход деморгационной линии, например. То есть вот такого рода документы они хранятся не в нашем архиве, в других архивах они переданы на хранение. Вот. То, что касается нашего архива, то есть вот тут пароход, о котором я вам рассказывала, это из документов революционного трибунала дела. И, в общем-то, почему именно революционного трибунала? Потому что вот, казалось бы, есть четко, вот есть суд окружной, куда передаются дела там грабежи, уголовщина какая-то, там еще что-то. А есть трибуналы, куда передаются дела какие-то политические и так далее. На самом деле такого не было. То есть если трибунал считал, что это дело имеет широкий общественный резонанс, оно подсудно в суду революционного трибунала, соответственно, дело это передавалось в революционный трибунал. Таким образом, допустим, пароход надежды, который разбился, в общем-то, без политической подоплеки, он разбирался именно в революционном трибунале. Поэтому вот такая небольшая история с моей стороны. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.